Так, сегодня у нас в гостях ландшафтный дизайнер новой волны, Вероника. Она расскажет о себе и о том, как она пришла к ландшафтному дизайну и вообще, что в ее понятии вообще такое, что такое ландшафтный дизайн и почему люди вдруг решили облагораживать свои участки. Привет, с удовольствием поговорим на эту тему. Меня зовут Арсения Вероника, я основательница ландшафтного бюро Трелесник. В этом бизнесе я уже почти 10 лет. Это моя вторая специальность, это моя большая любовь, интерес, хобби, увлечение, как угодно. Итак, вот я ожидаю большой всплеск интереса к садовому строительству в этом году, в 21 году. Почему? Потому что в прошлом году, во-первых, я наблюдала просто колоссальный подъем спроса на загородные участки, причем любые, и дачи, и коттеджи в меньшей степени, в большей степени дачи. Потому что люди поняли, что, во-первых, можно прекрасно сидеть дома и работать, во-вторых, можно отлично сидеть не в четырех стенах, а загородом, наблюдая, как поют птицы, как цветут цветы, как растут растения. И можно создать себе, в принципе, очень хорошую, приятную и комфортную жизнь за городом. Если у тебя нет необходимости каждый день ездить на работу, есть необходимости иногда поехать в Москву, но не каждый же день. Ты можешь работать дистанционно, и тебе все равно, где работать. Так создай свою среду окружающую, удобной и комфортной, приятной и эмоционально сильной. И поэтому народ задумался о том, чтобы ехать за город. И вот что мне кажется очень важно. Очень важно понять, что дачная жизнь – это не, извините, туалет на улице, и не холодная вода на улице. Дачная, загородная жизнь, она может быть удобной и комфортной. И у нее есть две стороны комфорта. Первая сторона – это техническая, а вторая сторона – это скорее такая природная, то, что нас окружает. И я сейчас не буду останавливаться на технической стороне, потому что есть масса специалистов, строителей, инженеров, которые знают, как провести в ваш загородный дом воду, как ее нагреть, как сделать, извините меня, теплый туалет, что немаловажно. Я же поговорю о другом. Как сделать так, чтобы ваша загородная жизнь вне вашего дома была удобной, красивой и комфортной? Существует такое понятие «зеленые комнаты». Это когда наше жилье загородное, дом, в котором мы живем, мы открываем дверь, и мы попадаем не в совершенно другую среду, а мы попадаем как бы в зеленую комнату, по которой можно пройтись в тапочках. То есть вы вышли из дома в тапочках и идете по своему участку в тапочках. Это очень на самом деле здорово. Если кто когда-то жил в местах болотистых, глинистых, и вы прекрасно понимаете, что вы ходите по своему участку, месите грязь, потом в этих сапогах приходите домой, снимаете их. Ну, это целая история. Это как бы ваш комфорт немножечко сокращает. Второй момент. Вы можете прекрасно работать на улице. То есть если у вас есть место, где вам хорошо, где вы можете разложить свой компьютер, поставить рядом с собой чашечку чая и пообщаться по зуму и по любым другим способам и при этом выполнить свою работу, это очень классно. В-третьих, когда вы живете за городом, у вас есть возможность эмоционально. То есть вы можете выйти, вы можете либо что-то поделать в своем саду, покопать, постричь, пособирать цветы, покосить на самом деле газонокосилкой. Это очень приятное и такое хорошее упражнение. Либо вы можете просто пойти погулять и сделать свои 10 тысяч шагов, которые необходимы ежедневно человеку. Поэтому у меня ощущение, что 2021 год – это будет всплеск интереса к загородной жизни. Ну, мне так хочется верить. И тут есть как бы две опции. Первая опция – это когда у человека уже есть загородный дом, но там что-то его и в доме, и в участке не устраивает. А вторая опция – это когда вы просто взяли и в прошлом году купили себе что-то новое. Есть там дом, нет там дома. Но вам хочется, чтобы у вас уже вот сейчас, здесь и сейчас, что называется, что-то возникло. И наше бюро, оно в принципе очень гибко к этому подходит. Мы готовы общаться и с теми, у кого уже есть загородное жилье, и с теми, кто его только приобрел. Ну и в принципе можем пообщаться дистанционно, проконсультировать тех, кто собирается покупать жилье. С чего надо начинать? Какие документы лучше смотреть? На что обратить внимание при покупке загородного участка? Совершенно точно на каких-то первых шагах не надо экономить. Обязательно нужно вот ряд этапов пройти для того, чтобы у вас впоследствии было как можно меньше проблем. Я вот приведу свой пример. Был очень грустный на самом деле пример, но когда мы с мужем купили 18 лет тому назад большой и очень классный загородный участок с домиком, где нас все устраивало, мы не обратили внимания на такую простую вещь, как электроснабжение. Мы, конечно, со временем этот вопрос решили, вот, но потратили на это много времени, сил. Если бы кто-то нам сказал, на что обратить внимание, мы, наверное, потратили бы и сил меньше, и денег меньше. Продолжение следует...